Привет, друзья! С вами Владимир на канале PSN Travel. И сегодня у нас в гостях наша постоянная туристка Ира. Она пришла за новым туром в Египет, но это небольшое отступление. Поэтому мы попросили у Иры, чтобы она рассказала за то, как она отдыхала уже с нами. И, может быть, даже попробуем сравнить два направления, Болгарию и Египет. Потому что Ира уже побывала в этих двух странах, а также у нее уже несколько поездок на отдых с нами. Соответственно, уже несколько лет Ира с нами отдыхает. И поэтому мы просим Иру, чтобы она рассказала некоторые моменты по отдыху, поделилась своим опытом. Ну и, может быть, дала какие-то рекомендации, как отдыхать, чтобы отдых всегда был только положительным. И вот первый вопрос, Ира, хочу вам задать. С чего вот началось, как у вас появилось желание узнать, что такое отдых за границей? Ну, началось все с банального разговора со знакомым, который сказал, говорит, ну мало, да, ну что в Украине, ну. У нас как бы это как такового отдыха все-таки еще не вышло у нас на должный уровень. Обслуживание, поселить, все, говорит, езжай за границу, это тем более, говорит, это не так дорого, как все себе представляют, ну почему-то, что поездка за границу, это стоит большие деньги. Говорит, это абсолютно доступно всем и каждому, главное желание. Ну и вот я, ну, загорелась. И сразу, не знаю, начала сразу делать документы, паспорт. Ну да. А вот почему первое направление, которое вы выбрали для отдыха, это Болгария? Ну, я вообще изначально хотела тоже, ну, Турция и Египет, но почему-то боялась сюда ехать, потому что это вот, ну, когда я начала ездить, это был 11-й год, там были там какие-то военные действия, то есть я побоялась ехать туда. Выбрала Болгарию, потому что это все-таки свои славяне, ну, поближе к нам, то есть поспокойнее. Я думаю, ну, начну с Болгарии, а там уже как пойдет. Угу, то есть, ну, хорошо, а вот Болгарию, то есть вы бронировали по раннему бронированию, то есть вы позвонили к нам, значит, в принципе, это было так, уже давненько, и цены вообще, в принципе, на автобусы и сейчас доступные цены, значит, до этого вы уже были где-то за границей? Да, я в Болгарию, вот ездила в 11-м и в 12-м году отдыхала, тоже автобусный тур, тоже сюда, ну, по раннему бронированию. А почему по раннему бронированию? Ну, мне, во-первых, изначально сказали, что это, ну, тоже знакомые, что это дешевле, можно сэкономить, если ты понимаешь, что у тебя там, ну, 2-3 месяца, у тебя там никаких таких катаклизмов в жизни не предвидится, то есть, в принципе, бронируешь спокойно. Ну, это даже в плане вот цены-то выгоднее, да. Ну, так, потому что гостиницы дают скидки, да, и операторы дают скидки, в принципе, на раннему бронированию, чтобы знать свои объемы, и чтобы, ну, и туристам тоже это было выгодно, в плане того, что в сезон цены на все поднимаются, поэтому по раннему бронированию, ну, половину в среднем выходит, бывает дешевле. А бывает и больше, бывает и меньше, ну, все зависит от направления, от варианта гостиницы, от класса гостиницы, от оператора. Так, вот. Значит, в Болгарии вы уже были несколько раз, то есть, ездили на автобусе все время, правильно? А вот как переносится автобус, потому что дорога очень занимает длительное время. Да, дорога долгая, ну, лично мне автобус я переношу очень легко. То есть, для меня там нету никаких неудобств, ну, опять, это надо, чтобы каждый человек по себе смотрел по своему здоровью. То есть, не все могут вынести 30 часов в автобусе. То есть, кому-то, может, самолетом, да, это дороже в два раза. Ну, я, допустим, если я нормально переношу, я не вижу смысла переплачивать. Ну, конечно, если можно, как бы... Без проблем, я это все. Вот. Смотрите, в Болгарии вы отдыхали, получается, по системе питания только завтраки. Ну, и большинство гостиниц в Болгарии на такой системе работает. Хотя там работают все типы питания, но, тем не менее, большинство гостиниц работает все-таки на завтраке. Как вот это удобно, неудобно? В зависимости от курорта. Если это какой-нибудь поселок, там, в принципе, можно брать, ну, курортный поселок, можно брать и завтраки. Там цены в кафе доступные, как у нас, в принципе, в Харькове. Там нету незавышенной. Если вот, как я отдыхала на Золотых Песках, лучше брать все включено. Потому что цены в кафе довольно-таки, там, повыше. Раза в два. То есть, если я ездила в Варну, в ресторан, это было намного дешевле, чем в обычном кафе на Золотых Песках. То есть, цены там лучше... Если вот Золотые Пески, там, я думаю, Солнечный Верег, ну, такие вот раскрученные курорты, лучше, конечно, брать все включено. А вот в целом, вот если, допустим, ну, Золотые Пески, к примеру, один из самых таких популярных курортов, вот, сколько нужно в день иметь, чтобы, ну, на питание? Ну, опять, в зависимости от аппетита. Ну, вот, допустим, от. Ну, у меня, если вот выходил обед и ужин, ну, если перевести в гривну, в районе 500 гривен в день. Ну, плюс-минус. Ну, приблизительно. Понятно. Скажите, а вот следующее направление, вы выбрали Египет для отдыха. Почему? Как, с чем это связано? Ну, во-первых, отпуск выпал на зиму. Сидеть здесь не хотелось. Изначально хотела, конечно, в Турцию, не знаю, почему. Но, как тут мне объяснили, что Турция холодно, все-таки зима. Лучше в Египет, если хочется в солнце, в тепло. Конечно, да. Что-то хотелось в какую-то такую летнюю страну. Ну, и плюс, наслышанно о кораллах было, о рыбках. Захотелось это все посмотреть. Так, и Египет. Смотрите, опять мы выбирали, ну, то есть, вы выбирали, то есть, такой эконом-вариант. Как вот вообще выглядит отдых в гостиницах эконом-класса в Египте? Там, опять-таки, нужно же выбирать, конечно, не советую обращать внимание на отзывы в интернете, потому что я уже убедилась на своем отзыве, что... Это очень часто, очень часто. Ну, у каждого человека свое мнение, кому-то, может, и пять звезд не понравится. Конечно. Ну, это все абсолютно... То есть, опять-таки, надо в Тур-агенции все уточнять, ну, говоришь свои предпочтения, тебе уже понравится. Ну, как у меня все, ну, всегда у меня все идеальный вариант, я ни к чему не могу придраться, все отлично. Ну, насчет отзывов, друзья, кстати, это неоднозначное такое мнение, вот, очень часто с ним сталкиваюсь, потому что туристы могут прочитать хорошие отзывы, а потом это будет не гостиница, а полный сарай, а могут прочитать плохие отзывы, а на самом деле гостиница гораздо лучше, чем там написано. Плюс объективность этих отзывов и плюс источник этих отзывов, почему они написаны. Потому что знаю, как бы, почти каждому туристу я задаю вопрос, сколько он отзывов в своей жизни написал, так буквально один там из 20-30 человек скажет, что он писал отзыв. Вы писали отзыв? Нет. А все туристы читают. То есть, отзывов миллионы, но, тем не менее, как бы, никто их не пишет. Откуда же они берутся, друзья? Может, вы мне подскажете тогда, напишите в комментариях под этим видео, откуда же могут браться эти отзывы. Так, смотрите, а вот вы уже отдыхали в Египте, получается, два раза, значит, и зимой, и летом. Как вот можно сравнить такие, получается, значит, сезоны отдыха от зима и лета? Насколько оно отличается по температуре, комфорту? Ну, по температуре, конечно, отличается. Если зимой это, ну, пусть, допустим, те же 25 градусов тепла, то есть, ну, у меня нормально. То есть, акклиматизации не было, но я все перенесла. Летом температура намного выше, то есть, очень жарко. Конечно, я и на многие экскурсии не ездила, потому что просто днем, ну, по такой температуре где-то ездить нереально. Уже очень жарко. Но, тем не менее, мне все понравилось. Пусть даже летом, пусть это были 60 градусов жары, но это было все равно. Оно того стоит. Вот, а получается, значит, одна гостиница у вас была далековато от моря, то есть, там был трансфер, вторая была в пешей доступности, грубо говоря, через дорогу перейти. Вот, насколько это удобно, неудобно, как это все переносится в этом плане, что вы можете подсказать? Ну, лучше, конечно, выбирать первую, вторую линию, потому что панорама, это была вторая линия. Она, условно говоря, вторая, конечно, находится, она далеко от моря. Да, потому что, получается, ты зависишь, ну, как, поход на море твой зависит от транспорта. Да. То есть, ты привязан, ты не можешь, вот, когда захотел, там, перешел дорогу и загораться. То есть, ты зависишь от того, как, ну, минус, скажем так. Ну, опять-таки, я знала, на что я соглашаюсь. Ну, да. В принципе, так как это была моя первая поездка в Египет ознакомительная, я ничего не жалею, для меня это просто опыт, чтобы я понимала на будущее, какие мне отели надо выбирать, какая линия. Да, ну, конечно же, и она идет в стоимости. И гостиницы, которые вот таким вот образом расположены, они это пытаются компенсировать в стоимости, потому что удаленность от моря, она играет роль. Роль. А вот, допустим, как бы, если сравнить, получается, по качеству, там, турклаз и панораму. Одинаково. Одинаково, да? Да, может быть, вот внешний вид больше понравился панорамой. На пути дальше, ну, это визуально, просто внешний вид. Турклаз, ну, поскромнее, но я не скажу, что она чем-то вот отличается по качеству. А вот питание? Питание одинаковое, там питание хорошее, что там, что там, ну, мне все понравилось. Все всегда свежее, горячее. Ну, нареканий никаких нет. Вот, а пляжи, вот, допустим, пляж у Турклаза. Он получше. Он, во-первых, побольше. Получше там, даже в плане того, что там эти пальмочки, озеленение. Потому что там, где нас возили от панорамы, это, ну, он маленький, одна пальма стоит. Ну, то есть, как-то он не впечатлил. Я ожидала почему-то чего-то большего. И там, получается, мы были в бухте. То есть, оно как-то все закрыто было. Ну, Шармейн, это... Ну, то есть, как-то пляж там, конечно, мне не понравился. Не впечатлил. А в Турклазе он такой большой. Ну, как побольше, я имею в виду. Я понял. А вот как вот, что вы можете сказать насчет Красного моря, впечатления? Какие у вас от этого моря? Ну, впечатления яркие самые. Когда увидела первый раз, вот спустилась, было первое погружение, эти рыбы, кораллы, но я не думала, что они такие яркие краски, они могут под водой, они будут тут, ну, настолько ярко, настолько все красивое. У меня был, ну, шок первое время, первые минуты, пока мы только погрузились, я даже не могла представить, что это настолько все красиво. Потому что, когда смотришь видео, там показывают рыбок, это все не то. Не то, не передашь, конечно. Да, реально, ты можешь ее потрогать рукой, она проплывает, но это ощущение вообще непередаваемое. То есть, это все надо испытать самому. Ну, вы погружались именно с аквалангом, то есть, да? Страшно, не страшно? Первый раз было страшно, потому что неудобно было дышать. То есть, вообще непонятно, что это, ну, под водой, то есть, для меня это... И давление, да, давление, я в больше двух метрах не могла спуститься, я не могла не продуться. А во второй раз, может быть, потому что я уже как-то посмелее, поувереннее. Ну, какая одна. Собралась духом, думаю, я себе поставила цель, что я должна спуститься до дна, походить по морскому дну. Ну, так и получилось. Понравилось? Конечно, и вот поеду, еще раз буду. Тоже с аквалангом? Да. То есть, помимо того, что будет там свой коралловый риф буду плавать, плюс обязательно, ну... А еще вот на экскурсии какие-то ездили в Шарм-эль-Шейхи вообще? Нет, не ездила. Ну, ездили только мы туда в Наамабэ просто походить, посмотреть. Ну, скажу как, красиво, да, интересно, но так как я с Харькова тут у нас вижу эти магазины всякие, оно у нас так все... Ну, сверх что-то естественное, я там бы не сказала. Такое что-то. Я думала, что... Ну, для разнообразия посмотреть. Для разнообразия посмотреть, да, вот что-то. Я в Сохо хотела бы еще так вот съездить тоже посмотреть. Просто как там... Ну, можно съездить. В принципе, можно на такси, можно на маршрутке съездить. На такси более безопаснее, единственное, что на маршрутке ниже стоимость. Ну, можно съездить, вот, посмотреть, погулять. Ну, как бы, да, для общего развития знакомительно там интереснее. А вот, смотрите, допустим, получается, в Египте система все включена. Вот, если не брать там, получается, экскурсии или что-то в этом роде, не заниматься шопингом, нужны ли деньги еще? Ну, я думаю, да, потому что если в Египет едешь... Ну, я не беру, допустим, те же магнитики покупать. Вот, фрукты оттуда, потому что там вкус фруктов абсолютно другой. Но я думаю, что их стоит перейти. То есть, какие-то деньги нужны. То есть, ну, на... Уже, чтобы так, домой привезти, можно сказать. Домой, да, что-то. Вот, какие-то, может быть, продукты, там, тот же чай, к примеру. Ну, да. То есть, такое. Но уже эти магниты я уже обращаю... Ну, внимание не обращают. Это все вот эти безделушки, там, статуэтки. Ну, я не вижу смысла их ввести. Ну, конечно, вот это уже... Я уже к этому пришла, просто поняла, что оно просто... Потому что его надо перекладывать с места на место, вытирать пыль и... Да, ну, лучше уже такое там... Какой-то чай, там, какие-то, может быть, лукум тот же, фрукт. Ну, такой вот. Так, ну, вот, допустим, если провести вот параллель между двумя этими направлениями, где вы уже были неоднократно, вот, что вам интереснее, Болгария или Египет? Ну, вот именно сказать я не могу, вот, что, допустим, лучше, потому что это две абсолютно разные страны, это две разные культуры. Но пока у меня вот сейчас... Буду ездить пока в Египет, потому что кораллы. Зацепили кораллы очень сильно. Ну, потому что это... Пока буду ездить туда, пока не надоеду. Ну, да. Красное море это уникальное море, оно единственное неповторимое в мире и с самым богатым подводным миром. Ну, Болгария мне понравилась, да, там как-то это ближе к нам, как по культуре, скажем так. Более цивилизованно, там же такие люди как-то более приветливые, чем вот у нас. Ну, на Украине, там, взять ту же Одессу, к примеру, там. Ну, у меня там, как... Сервис неплохой, ну, хороший там. Вообще обстановка вся, вот эти горы, это все зеленое, это красиво очень. Ну, похоли. Вот, а если, к примеру, тогда сравнить вот так вот. В Болгарии вы с нами были в гостинице две звезды, а до этого какого уровня вы были в гостинице в Болгарии? Тоже две, а потом три звезды. И в Египте вы были в четырех звездочных гостиницах, но это, как бы, можно сказать, ближе их отнести вот к трем звездочным гостиницам, лично так вот, мое мнение. Хотя официально они по документам считаются четырех звездочными гостиницами. Вот, есть ли разница, какая вот между категориями вот гостиниц две? Разница, во-первых, визуальная. Например, взять отель две звезды даже, пусть это здание, это просто, ну, обычные, обычные самые, самые обычные здания. И вот в Египте четыре звезды. Фасад, ну, это, во-первых, да, отличается. Наличие бассейна. Ну, и плюс персонал. Вот, четыре звезды, все-таки там персонала побольше, больше к тебе внимания. А две звезды там просто на рецепции, ну, девочка-мальчик, ну, горничный, ну, как-то там вот персонала и незаметно даже. То есть, как бы, тебе внимания особо это не тот, грубо говоря. Ну, и визуально, да, они как-то просто попроще, обычные номера самые простые. В принципе, для тех, кто вот как ездила я в Болгарию, мне там жилье было не принципиально. Я все время была, я где-то гуляла. Потому что природа красивая, там, интересно походить. На пляже все время. То есть, мне этот отель, где-то мы вечером взорвались в компании, там, со всеми разнакомилась, и мы гуляли. То есть, этот отель, он мне, по сути, ну, если кто-то будет весь, все время где-то гулять, отдыхать, я не вижу смысла просто платить за пятизвездочный, если ты там, так, пришел, покупался и ушел. То есть, смысла нет. Если кому-то это принципиально, ну, пожалуйста, если есть возможность, ну, это ж ради бога. Ну да. А вот если, допустим, еще провести такое сравнение, к примеру, отдых за границей и отдых в Украине, как это можно сравнить? Нет, ну как, опять-таки, я в Украине, ну как, я отдыхала в Одессе и отдыхала, ну, в Крыму, понятно, там все в Крыму отдыхали. Опять-таки, это были не отели, это были просто частные сектора. Понятно, что там ты сам себе предоставлен, там сервисы, понятно. Но по отзывам, как вот мне знакомые, многие тоже отдыхали в гостиницах, ну, не то. Вот, качество обслуживания, ну, и как-то даже природу взять. Ну, у нас, ну, нету. Пока ничего. А еще такой вопрос, хорошо, если взять Болгарию. Гостиницы не первой линии. Нужно, не нужно выбирать? Как к этому можно подойти вопросу? Прогулки. Можно прогуляться. Если, допустим, эта вторая линия, там, 500 метров, ну, если ты пройдешься, тем более, как вот, я отдыхала два раза. Нет, ну, один раз я отдыхала в обычном городе, там, конечно, до моря было два километра, но я ходила, потому что были очень плотные завтраки. Это место физкультуры. А так у меня была вторая линия, ну, первый раз это был курортный поселок, то есть я шла по центру поселка, мне нужно посмотреть, а уже вот когда была на Золотых Песках, тоже это было в центре Золотых Песков, то есть там интересно, там парки у них, ну, то есть это интересно, просто пройтись, посмотреть, ну, от того, что ты пройдешь пять лишних минут, ну, я думаю, страшного ничего не будет. То есть наоборот, интересно, ты хоть двигаешься, хоть как-то. А вот в Египте, если не первая линия, как к этому нужно вопросу подходить? Ну, главное, чтобы рядом было где выйти. Выйти именно в город или... Ну, прогуляться, вот вообще, хотя бы какие-то, может быть, там, ну, торговые центры, там, как бы, наверное, как таковых и нету. Ну, прогуляться, чтобы было, чтобы было где-то выйти, потому что, как я уже вот убедилась, ну, и сама я видела отели, много отелей, там, вот, выйти, ну, просто негде. Ну, да. Не пройтись, не погулять, то есть, да, сам отель красивый, территория хорошая, то есть есть где на территории походить, там, красиво, а за территорию выходишь, то есть там просто дорога. Ну, да. А вот такой вопрос, смотрите, нужно, не нужно ли знать иностранный язык, английский, к примеру, для отдыха за границей? Ну, я считаю, ну, опять-таки, смотря какая страна, смотря куда ешь. Ну, вот если взять Болгарию с Египта. Ну, в Болгарию у меня, допустим, вот в последний раз, когда я ездила, на рецепции девочка была, а на русский вообще не знала. Мы с ней с горем пополам там, что-то я английский вспомнила, какие-то базовые слова. В кафе, допустим, официанты русские знают, ну, ломаные русские, но они тебя понимают, ты понимаешь, то есть это более, ну, как... Ну, да. С ними так по-реальнее пообщаться. А я думаю, ну, я думаю, что в Болгарии отель повыше класса, я думаю, ну, да. Те же пятерки, все-таки там персоналы набираются разные, я думаю, у них там все-таки они русские как-то, ну, более-менее знают. А в Египте? Ну, английский не надо. Допустим, на рецепции с вами все общаются, вас поймут, и вы поймете. Хотя бы базовые какие-то слова, но вы поймете. Те же аниматоры, если, так, пример, у них там наши ребята с Украины, как мы попадались были, с Харькова наши, есть вот местные, нормально, они знают русский язык. С ними можно вполне, ну, разговаривать. Ну, да, в принципе. Ну, там, ну, я сложности вообще никакой не видела. Ну, основная масса туристов, как правило, там не владеет таким усовершенствуем разговорным, поэтому... Ну, какие-то там базовые английские слова, ну, знаешь. Ну, да. Ну, это... Ну, хотя вот даже те, кто абсолютно ничего не знает, то есть ничего, никакого дискомфорта не создает. А вот такой вопрос. Вот вы путешествуете в основном одна. Сложно ли одной отдыхать? У меня абсолютно нет. Нету никаких там страхов, ничего такого? Нет, у меня, вот, кстати, вот я когда начала ездить, у меня, вот я обратила на что внимание, у меня ни разу перед поездкой не было какого-то вот страха, у меня даже вот, ну, навека на этот страх, у меня даже не было. но я всегда в полной уверенности, что все нормально, самолет там вылет не перенесут, дорога там, если это автобусом, будет нормальная. То есть у меня даже мысли никогда не возникало, что что-то может пойти не так. Не знаю, почему. Ну, потому что вы выбираете, как бы, в принципе, операторов более-менее надежных, потому что есть разница в операторах в плане более, допустим, которые соблюдают свои условия, есть, менее соблюдают, но просто нужно правильно подходить к выбору варианта отдыха. А вот такой вот вопрос в будущем. Какие бы вы страны хотели посетить? Ой, очень много. Ну, больше всего? Что самое такое вот? Хочу Эмираты. Но если Эмираты ехать, там уже как бы, это уже не пляжный отдых, это больше экскурсий. Ну да. Потому что там архитектура нереальная, хочется посмотреть. Историю, конечно, было бы интересно узнать, хотя я историю очень не люблю закидывать, исторические экскурсии, но вот именно Эмираты мне было бы интересно. Грецию хочу. Да, очень живописная, красивая. Вообще, мне нравились еще вот Черногория, Хорватия вот хотелось бы. Ну и, конечно же, у меня вот мечта, это Доминикана. Там красиво, ну да, просто природа, вот эти острова. Ну там тоже вот есть много интересных таких живописных мест в Доминикане. Я просто когда смотрела передачу давно, там показали, природа шикарная. Да. Доминикана, Мальдивы, Гуа, Шри-Ланка было бы интересно. Правда, не знаю, почему, ну как бы, там, что там такого. Ну, хотелось бы... Интересная экскурсионная тоже программа в Шри-Ланке, потому что очень много застоперимечательностей, и, то есть, многие туристы даже комбинируют, то есть, к примеру, там, ну, в среднем 12, там, 14 дней, то есть, там, несколько дней отдыха, ну и 5 дней где-то экскурсионки, потому что вся экскурсионка основная в Шри-Ланке расположена в центре, вот, а курорты, допустим, если это побережье, там, северное, то они внизу далековато расположены, то есть, 6-7 часов, получается, это только до Колумба, еще от Колумба дорога занимает, поэтому, проще всего скомбинировать, посмотреть сначала экскурсионку и потом, после экскурсионки, полежать на пляже. Таиланд тоже вот интересно было бы. Да, тоже интересно, ну, Таиланд, как бы, тоже это экзотика, зимнее направление, вот, но, опять, эти направления за счет своего расстояния, то есть, там просто существенно влияет на стоимость аэроперелета, да, там на перелет, то есть, по питанию они доступны, что Шри-Ланка, что Таиланд, даже проживание, потому что проживание, как бы, тоже многие туристы, не надо там лакшери гостиницы, чтобы было комфортно, удобно, там, и чистенько, то есть, потому что питание в основном за гостиницей, вот, пляж, это общественный, вот, собственно говоря, нужен номер, где можно принять душ, где можно, ну, поспать, где есть кондиционер, самое главное, все, все уже будет за пределами гостиницы, вот, а какие бы вы дали, вот тогда уже, давайте перейдем к завершению, вот, и что бы вы порекомендовали вот туристам при выборе гостиницы и вариантов отдыха? Ну, во-первых, изначально, положительный настрой, то есть, настраиваться надо, что все будет хорошо, не нужно думать, что все хотят тебя надурить и так далее, то есть, изначально положительно, выбирать турагентство, турагентство желательно выбирать, вот, я, конечно, не советовала бы, как многие ведутся на, рекламу в интернете и какие-то скидки дешевые, лучше, есть официальные скидки по раннему бронированию, ну, лучше, конечно, вот, как я выбирала, я выбирала, знакомые рекомендовали, которые вот хорошие, она летала, не пользовалась услугами, то есть, ну, это мое мнение, я считаю, лучше так вот, ну, советовала, много по рекомендации, по рекомендации обращаться, ну, опять-таки, четко излагаешь, что ты хочешь, какой там, допустим, бюджет, что у тебя, что бы ты хотел, это тоже выбирают, для тебя уже какой вариант, ну, оптимально уже выбираешь. А вот, допустим, если по классу гостиницам, нужно там смотреть повыше категории, пониже, как вот... Ну, это уже кто, как привык отдыхать, если кто-то привык, пятизвездочные, понятно, не подавая, да, первую линию, пятерки, ну, я бы не сказала, что, я четыре звезды отдыхала, что они прям вот ужасные, нет, обычные хорошие гостиницы. Нет, есть, да, более-менее нормальные. Они красивые, там убирают, все приветливы, персонал, не знаю, не встречала еще ни разу хамства, как очень многие пишут от отзыва, я читала. действительно бывает такое. Там хамят, ну, я, по крайней мере, еще не встречалась, тем более, я всегда, как бы, тут еще много зависит от того, как настроен сам турец. Если ты приезжаешь, начинаешь просто вот хамить всем подряд, просто вот спорогать, ну, понятно, тебе же тоже такое отношение будет. Ну, у меня еще, слава богу, все хорошо было. Ну, а того, что вы настроены хорошо, естественно, будет и вся взаимность на этом строится. То есть, ну, главное, конечно, выбирайте изначально турагентство. Хорошее, проверенное, чтобы не было никаких нюансов. Ну, понятно, что, да, бывают ситуации, которые не зависят ни от кого. Ну, не, они есть, зависящие, просто это тоже нужно, когда выбираем тур, то есть, есть масса нюансов. Это все обговаривается, это нужно ждать, рассказать. то есть, ну, ну, катастрофы, прям, если даже какие-то есть такие нюансы, это не составите. Все равно, выход найдется, все будет нормально, я думаю. Ну, да, конечно, в этом плане всегда нужно искать выход, компромисс, то есть, в принципе, со всеми участниками, то, что мы всегда стараемся делать, чтобы, ну, турист получил свое удовольствие. Вот. Хорошо, Ира, спасибо большое за то, что вы так все вот понятно и объективно рассказали нам, как оно выглядит, как выглядит отдых в Болгарии, как отдых выглядит в Египте, вот, как вообще вы отдыхаете. Спасибо вам большое. Друзья, желаю вам всем только хороших путешествий и положительных. Подписывайтесь на наш канал PSN Travel в YouTube, чтобы быть в курсе всей важной и полезной информации, как путешествуют наши туристы, какие они могут дать рекомендации и реальные, живые отзывы, которые они могут здесь вам рассказать. Потому что за отзывы я, наверное, сниму отдельное видео, расскажу, откуда они берутся, потому что это целая индустрия в отзывах. Откуда берутся отзывы. И чтобы вы действительно понимали, как отличить реальный отзыв от нереального отзыва, у вас будет тоже эта информация. Всем спасибо за внимание, отличного настроения, до новых встреч. Пока-пока, друзья. До свидания.